Прогрессивные методы диагностики и лечения, публикации в научных изданиях и серьезные результаты, как то снижение детской смертности от менингита. На Октябрьской улице вспоминают славный трудовой путь Людмилы Романовой. Заведующей инфекционным отделением Красногорской центральной районной больницы, она прожила в доме номер пять до конца своей жизни. Во-первых, она моя землячка, она из Иваново, и я из Иваново. Во-вторых, она работала практическим врачом, заботилась о сельском здравоохранении. Она действительно была всегда в гуще событий и была депутатом Московского областного совета. То есть человек абсолютно неравнодушный. Когда в 70-м году по Московской области и городу Москве полыхнула холера, то она одна из первых поставила правильный диагноз нашему летчику гражданской авиации, провела у него дни и ночи. И по сути, наш Минздрав тогда сказал, что именно она предотвратила эпидемию холеры в нашей славной области. За работу во время той вспышки Людмила Павловна летом 70-го года была отмечена орденом «Знак почета», а в 78-м за большие заслуги в области охраны здоровья советского народа ей присвоили звание Героя социалистического труда. Уже в 2020-м депутатский корпус городского округа решил установить памятный знак за заслуги красногорского врача. Мы с моим помощником взяли, скинулись. И в свое время, получается, когда в феврале озвучивалась эта ситуация, мы присутствовали на комиссии, взяли на себе ответственность и изготовили эту мемориальную доску. Героев нужно знать в лицо. Неважно, кто это – врач, инженер, конструктор. Любой человек, который вносит огромный вклад, должен быть известен простому народу. Иду по стопам Романа Людмилы Павловны. Даже на наших лекциях по инфекции мы зачастую слышим мое имя. К этой мемориальной доске наверняка будут приходить и другие студенты-медики. Людмила Романова – один из 15 красногорских героев социалистического труда. Ныне жива, увы, только одна из них – Мария Кузнецова-Коваль.